Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». В студии работает Султан Жаламанов. В семье с рабочим визитом приехал Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов. В Акимате прошло заседание. На повестке дня обсуждались вопросы по программе «Сергек». Согласно проекту «Сергек» в городе будет функционировать 1551 камера на 40 перекрестках и 74 линейных участках, 776 камер и 687 камер общего видеонаблюдения. Также 88 камер объектов образования будут интегрированы с системой. Начальник управления полиции Ернар Базаров представил отчет о начале в тестовом режиме камер «Сергек». По его словам, сейчас по городу работает 48 камер. Согласно учета анализа аварийности, места скопления, а также учета преступности, были разработаны места, также адресная программа по установке всех видеокамер «Сергек». На сегодняшний день проведено обследование в тюрьме перечень мест установки камер и камер общего видеонаблюдения. Согласно с департаментом комбината национальной безопасности по Сержек-Карстанской области, это на 74 линейных участках и на 40 перекрестках и 687 камер наружного видеонаблюдения. Как до этого было сказано, уже определенное место, а также штаб рабочий. Места возможного проведения несанкционированных митингов, также магазины по продаже оружия, боеприпасов, аэропорт, вокзалы, все были охвачены данным перечнем. Также нами проведены сейчас работы по интеграции существующих 88 камер. Это объекты образования, 65 камер, в том числе 47 школ, детские сады и 8 школ искусств. Также основным направлением является у нас учет. Сейчас камеры, работающие в тестовом режиме, подключены к акимату и управлению полиции. Работы по установке камер ведутся активно и к июню все работы планируют завершить. Определено место для размещения ситуационного центра города-семей, находящийся по адресу улица Достоевского, 110, 4 этаж, в котором также будет находиться центр обработки данных. На сегодняшний день у нас установлено 12 дорожных комплексов, ведутся работы по ремонту помещений под Северной и Центра обработки данных. Также установлено порядка 74 камер общего видеонаблюдения, те места, которые были отлично на сегодняшний день. В работе никаких вопросов нет, то есть все в рабочем порядке продвигается. В принципе, вопросов у нас нет. Также Акимобласти прокомментировал ситуацию, связанную с конфликтом вокруг высшего колледжа геодезии и картографии. Напомню, вчера студенты и преподаватели колледжа вышли с протестами на защиту учебного заведения. Мы работаем строго по плану. Вместе с тем, я ослушаю иногда в сети некоторые разговоры о том, что для расселения ряда государственных служб и других наших организаций будут высвобождаться здания колледжей и музыкальных и других случаев. Хочу сказать, что это всего лишь пустые разговоры. Я внимательно провел анализ вместе с Бахнякой Гаджаевичем. Мы обладаем достаточно большим потенциалом бизнес свободных помещений. Есть серьезные потенциалы государственной собственности. Поэтому хочу вас, уважаемые коллеги журналисты, попросить. Вы должны отдать четкий сигнал. Ни одна школа, музыкальная, творческая или какая-то, или какое-то здание колется. Не будет для этого высвобождаться. У нас достаточно свободных помещений в этом замечательном городе Синьи. Только бизнес на сегодня может представить 37 тысяч квадратных метров свободных площадей для размещений. Мы знаем серьезный потенциал коммунальной собственности, которая в короткое время также будет составлять серьезную квадратуру. Это около 10 тысяч. Поэтому более чем достаточно для того, чтобы разместить все 96 организаций, которые присущи об основном статусу будущего Абрама и Табайской области. Так что прошу вас очень спокойно в том, чего относиться к предыдущейся работе. Не верить досущим разговорам, которые почему-то возникли в последние несколько дней. Султан Жаламанов, Филис Сабит Лосунгар Талумхан, информационная программа Шарайна ТВК 6. Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов провел совещание с Акимами городов и районов по итогам первого квартала 2022 года. В целом по экономическим показателям наблюдается рост, и регион вошел в пятерку лучших по достижению всех показателей. Но отметилось, что есть ряд вопросов, которые требуют постоянного контроля. Одна из самых больших проблем – это цены на продукты. Подробнее в следующем видеоматериале. Я требую от Акимов, чтобы все магазины у дома проверялись. А то, что вы пишете там, и этот позор для города Ускаменогорск. Ускаменогорск проверяет 30 магазинов, и Курчатов проверяет 33. А Блайский район в это время проверяет 62. На заседании Акимам городов-семей и Ускаменогорска были сделаны серьезные замечания. Работа по проверке придомовых магазинов не ведется, а именно эти магазины удваивают цены. Неутешителем показатель того, что проверено только 60 населенных пунктов, в которых около 3000 магазинов. Акимы совместно с депутатами городского и областного маслехатов должны взять на реальный контроль вопросы ценообразования. Во всех регионах страны планируется проведение около 50 различных военно-патриотических мероприятий. Но парады 7 и 9 мая в этот список не попали. В этом году не планируется проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных силы Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Министерстве обороны. В Государственном музее заповедника Абая Жди Байбурля состоялось открытие в выступке Алматинского областного историко-краеведческого музея имени Мухаммеджана Таншпаева на тему жертв репрессий и житцузских алашевцев, посвященной 105-летию движения Алашев. Данное мероприятие является одной из инициатив, реализуемых в рамках мембрандума о расширении творческих связей между двумя музеями, подписанного в 2019 году Музеем Абая и историко-краеведческим музеем имени Мухаммеджана Таншпаева. Сегодня у нас проходит великолепное мероприятие. В этом году исполняется 105 лет движению Алаш. Мухаммеджан Таншпаев внес огромный вклад в развитие партии, оставил неизгладимый след в истории семье. Поэтому для нас большая честь приехать в такой замечательный музей с такой выставкой. Историко-краеведческий музей имени Мухаммеджана Таншпаева – один из крупнейших научно-исследовательских центров Алматинской области. На выставке внимания зрителей будут представлены экспонаты из фондов Алматинского областного музея и его филиалов, рассказывающие об исторических событиях, которые занимают важное место в нашей истории. В открытии выставки приняли участие представители интеллигенции, студенты, учащиеся в школах города-семей, которые получили возможность познакомиться с богатой историей региона и народа-житсу. Султан Жаламанов, Илья Савит, Лазенкар Толумхан, информационная программа «Шарайна ТВК-6». С 11 апреля текущего года маршрут номер 45 из 8 единиц малого класса будут курировать по направлению Железнодорожный вокзал и микрорайон Карагайлы с въездом в торгово-логистический центр «Северный» и на улицу Томская. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на новой связи, смотрите нас на YouTube. С вами был Султан Жаламанов. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»